Привет, друзья, на канале Чуча ТВ. По вашим многочисленным просьбам, мы продолжаем серию тестов и экспериментов с нашим летающим медведем. В прошлом видео мы тестировали скорость печати, и максимум, что смогли с него выжать, это 307 мм в секунду. Но сегодня, помимо окончательных тестов скорости печати и их применения на практике, мы еще рассмотрим интересную функцию в прошивке Marlin Arc Support, а также плагин Arc Welder в слайсе Recura. Начнем с обзора интересной функции Arc Welder, которую вы можете также посмотреть на сайте GitHub по вот этой вот ссылке. Если перевести на русский язык, это дуговой сварщик. Он преобразует команды G0, G1 в команды G2, G3. На примере давайте рассмотрим деталь в виде окружности. Мы видим, что контур у нас представляет собой правильную дугу, но при конвертации файл STL будет иметь немножко другой геометрию. Вот наша деталь в формате STL. Мы ее загрузили в слайсер Cura. Посмотрите на грани. То есть наша окружность превратилась в определенный набор отрезков. И никакой дуги здесь уже не присутствует. Это связано с тем, что нашему принтеру нужно понимать, куда ему двигаться. Он двигается от одной точки к другой, соответственно по прямой. Естественно, чем выше разрешение нашей модели, тем больше таких вот отрезков будет присутствовать на каждом печатаемом слое. И соответственно, тем больше точек нужно будет отработать нашей программе и микроконтроллеру нашей материнской плате. Поэтому для уменьшения нагрузки на процессор была и разработана вот такая вот интересная функция Arc Welder, которая преобразует точки на наших отрезках с команды G1 в команду G2, G3. Тем самым упрощая работу нашему принтеру. Вот, друзья, для примера, G-код файла печати нашего кольца в двух режимах. Без Arc Welder и с Arc Welder. Без Arc Welder он весит 239 мегабайта, а с Arc Welder он весит всего лишь 141 килобайт. Теперь с помощью блокнота откроем эти файлы. И мы видим, что с левой стороны у нас огромное количество команд G1. Это наши отрезки с координатами точек X и Y, то есть начальная и конечная точка. С правой же стороны вместо этих команд у нас уже установлены команды G2 и G3 и преобразуют в круговую интерполяцию наши отрезки. Тем самым экономят место. Благодаря этому мы получаем объем файла в 16 раз меньше, чем без использования этого плагина. Для примера давайте зайдем в магазин слайсера Кура, в раздел плагины и установим Arc Welder. После этого заходим в настройки, настройки Кура, делаем обновление всех закладок, чтобы они у нас полностью отобразились. И в меню специальные режимы у нас добавился этот плагин Arc Welder. Максимум Arc Radius. Это максимальный радиус дуги, чтобы он не выходил за пределы. Если поставить слишком большую дугу, выше этих значений, то может возникнуть проблема, когда у нас кривая будет неправильной формы. Или же она просто поменяет направление. Поэтому используйте по умолчанию именно эти значения. Они уже проверены самим разработчиком. Толерант 1%. Это максимально допустимая разница между участками дуги и оригинальными участками дуги, которые нужно отработать. Разрешение 0.05. Разработчик рекомендует не выходить за пределы 0.1. Если дуга отклоняется от исходных точек на плюс или минус половина разрешения, точки не будут преобразованы. Это минимальное количество сегментов. По умолчанию мы их оставляем тоже 12. Также размер сегмента 1 мм. Но он должен согласоваться с нашей прошивкой. Да, еще очень важный момент. Данный плагин работает только в том случае, если ваша прошивка поддерживает функцию перевода в команды G2 и G3. Это можно проверить с помощью введения последовательного вот таких вот команд. Как говорит разработчик, голова должна перемещаться по небольшой дуге от начала координат. Если это происходит, значит у вас поддерживается функция G2 и G3. Также в прошивке Marlin 2.0 и выше есть функция Define Arc Support. Именно в закладке Configure Edge Edge. Она как раз и отвечает за работу с командами G2 и G3. По умолчанию она у вас включена. Но вы все равно на всякий случай проверьте, чтобы здесь была она раскомментирована. Установив данный плагин, я решил попробовать на скоростной печати окружности. В надежде на то, что возможно этот плагин позволит избавиться от подтормаживаний во время печати. Итак, друзья, тест номер один. Стоковая прошивка от летающего медведя. Убрал все ограничения. Скорость 150 мм в секунду. Плагин Arc Welder я установил. Вот так вот идет прохождение кругов. Давайте поднимем скорость печати уже до 300 мм в секунду. Ставим 100%. Это будет у нас 300. И сейчас, друзья, обратите внимание, что при изменении скорости на 300 мм в секунду у нас произойдет мгновенная остановка головы на какие-то доли секунды. То есть это тоже проблема, с которой нам нужно разобраться. Поехали. Вот, обратите внимание. Уже набралась скорость 300 мм в секунду. И мы видим подвисание. Небольшие подвисания на каком-то одном из кругов. Вот сейчас произошло. Этот круг прошел нормально. А вот сейчас произошло подвисание. Вот почему я делаю замер времени на один круг. Теперь поставим 150%. Это 450 мм в секунду. Обратите внимание, как начал шустрый летать наш принтер. Но появились дефекты печати. То есть из-за того, что у нас как раз происходят вот такие вот заминки. И, соответственно, происходит разрыв слоев. 1,9 секунды. 585 мы делим на 1,9 секунды. И получаем 308 мм в секунду. Сейчас вот фактическая скорость. Мы видим, что пошли дефекты. И это, естественно, уже не позволяет нам продолжить эксперимент. А вот, друзья, и наша недопечатанная первая тестовая деталь. На скорости 150 мм в секунду у нас проблем никаких нет. При поднятии скорости до 300 мм в секунду, а фактической 240 мм. Тут у нас появились наплывы именно в местах остановок. Создается впечатление, что или прошивка не справляется, или материнская плата не справляется с вычислениями. А вот при скорости 400 мм в секунду, фактической 307, как мы замерили, то здесь проблемы еще больше. У нас уже появились пропуски, недоэкструзия и в итоге бракованная деталь. Хотя при этом механика с натяжкой, но справлялась. Как видите, друзья, к сожалению, наш плагин ArcWelder не смог помочь нам избавиться от подвисаний и зависаний на стоковой прошивке. То есть даже уменьшение объема файлов в 16 раз не дало никаких особых результатов. Итак, друзья, переходим ко второму тестированию. Уже на другой прошивке. Вместо стоковой я поставил Marlin 2.0. Скорость я поставил 150, но по факту где-то 140 мм в секунду. Jerky 20, ускорение 6000. При этом активировал функцию Linear Advance. Для этого мне пришлось поставить вместо 2208 драйвера 2209. Иначе экструдер работать не будет именно на 2208. Об этом нужно тоже помнить, ребят. Прошивки Marlin ставим вместо 50 100%. Это, по идее, должно быть 300 мм в секунду. И нажимаем, поехали. Обратите внимание, как начал быстро двигаться наш принтер. При этом не было никаких заминок, как в предыдущей прошивке. Здесь отклик мне показался намного эффективнее, более правильный. Ну, 300 мм в секунду нарезает очень и очень неплохо. Пропусков слоев я не наблюдаю. Кстати, поверхность стала более красивой, на мой взгляд. Уже, видите, практически исчезла вибрация, резонанс в такой виде ряби. Теперь самое интересное. Увеличим скорость еще на 50%. Это будет 450. Поехали. О, друзья, вы посмотрите, как поехал. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. А вот, друзья, и косяк, который я не увидел. Оказывается, у нас перестала подаваться нить. И вот, ребята, наша вторая тестовая печать. Внутри нашей окружности вот столько пластика мы обнаружили. Он печатался в воздухе. И это, наверное, связано с тем, что во время печати я решил поднять температуру до 250 градусов. Но в этот момент температура, скорее всего, просела до 240. И один из слоев просто сорвался с места и начал наматываться, как обычная нитка. Но самое главное, что механика принтера все равно позволила печатать с этой просто бешеной скоростью. Сейчас мы с вами посчитаем, какая же была по факту у нас скорость. Ведь мы поставили 450. Если 12,4 разделить на 9 кругов, получим 1,37. 585 делим на 1,37. 427 мм в секунду. Но все равно, ребята, мы поставили 450, а получили 427. На самом-то деле это просто космическая скорость. А теперь, друзья, самое интересное. Вот это мы печатаем на скорость 150 мм в секунду. И видна вот такая вот отчетливая рябь. Она даже чувствуется на ощупь. Дальше мы подняли скорость до 300 мм в секунду. Но по факту это 280 было. И вот обратите внимание на поверхность. Она гладенькая. Убрался этот резонанс. И поверхность получилась просто великолепной. Но, к сожалению, 420 мм в секунду у нас не распечаталась. Так как получились вот такие вот сопли. В любом случае, давайте сравним две прошивки. Внизу у нас стоковая прошивка от Медведя. Видите, присутствует рябь у нас на обеих поверхностях. А вверху у нас прошивка Marlin. Качество поверхности значительно лучше. Поэтому, друзья, можно подвести краткий итог именно по второй печати. С использованием прошивки Marlin мы получили более стабильную печать. Без подтормаживаний, без проблем. Она более четкая, более качественная и менее дефектная. В отличие от стоковой прошивки. Поэтому Marlin вам однозначно рекомендую. Но сейчас у нас еще остался последний тест с использованием плагина ArcWelder. Итак, друзья, тест номер 3. Быстрая печать в режиме ВАЗы. Сейчас у нас печатается второй слой. Включена функция ArcWelder как в прошивке, так и в слайсе Recura. Посмотрим, не будут ли они конфликтовать между собой. Получится ли у нас печать очень быстрая. Сейчас скорость печати где-то в районе 150 мм в секунду. Видите, строчек достаточно быстро. Ускорение у нас 6000, Jerky 20. При этом у нас установлена прошивка Marlin. Некоторые из вас спрашивали, почему в прошлом видео по тестированию скорости я убрал этот бокс. Для того, чтобы пластик не разматывался во время печати. Из-за вот таких вот рывковых движений он просто-напросто дергается и разматывается. Но здесь я сделал два отверстия диаметром 3 мм. Что в принципе тоже можете сделать. И с помощью стяжки зафиксировал тефлоновую трубку. Пруток у нас видите сжимается, но не возвращается. Тем самым витки у нас не разматываются, не запутываются. Спасибо ребятам из телеграм-чата, которые подсказали сделать эту доработку. Также приглашаю вас в наш телеграм-чат, потому что там мы делимся разными модернизациями и улучшениями. И решаем различные задачи и проблемы в 3D печати. Независимо от вашего 3D принтера. То ли это будет летающий медведь, то ли Ender 3, то ли какой-нибудь другой 3D принтер. Сейчас я поставил скорость 150 мм в секунду. Пока печать ведет в принципе неплохо. Давайте увеличим ее в 2 раза. Итак друзья, ставим скорость 300 мм в секунду. Обратите внимание, как быстро начал печатать наш принтер. Но начали появляться определенные проблемы с укладкой слоев. То есть пропускаются слои, ребят. Для максимальной объективности я решил запустить еще раз тестовую печать. Именно без функции арк-велдер в слайсе рекура. Обратите внимание, как ускорилась печать. Очень быстро начал укладывать слои. При этом пропусков нет. Как при включенном арк-велдер. Я попытался поднять температуру и появился вот какой-то косяк. Предлагаю ради интереса поставить скорость максимальную 600 мм в секунду. То есть, грубо говоря, 200%. Надеюсь, друзья, при этом принтер не развалится. Вау! Друзья, 600 мм в секунду. Чувствуем такие вот удары. Все-таки для него это просто слишком много. И все, пошел, пошел разносить мой принтер. Ребят, надо выключать. Давайте посмотрим в замедленной съемке. И мы видим, что наша голова хотеда начинает двигаться хаотично. Но при этом возвращается на предыдущую траекторию. Если бы были проблемы с механикой, произошло бы смещение слоев бы. Но этого не происходит. Значит, всему виной не закусывание механики, а именно проблемы с материнской платой. Которая просто не справляется с вычислениями. Итак, друзья, запустил на печать кораблик Бенча. Скорость печати 200 мм в секунду. Это заполнение. 150 мм в внутренней стенке. Наружные 40 мм в секунду. Пластик КПЭТ. Температура 240 на 70. Топдул 100%. Строчит вообще как бешеный. Обратите внимание, но это просто шок. Реально очень круто. Сейчас у нас не включена функция арквелдер. Поэтому посмотрим, что в итоге получится. А это, друзья, запустил такой же кораблик Бенча. Но с активизированной функцией арквелдер. На прошивке Марлин. Вот что значит, друзья, печатать быстро, без потери качества. Нужно правильно ставить скорость в нужных местах. При этом внешнюю стенку печатать с медленной скоростью. И тогда мы получим и быструю печать, и очень красивую геометрию. И вот, уважаемые зрители, наши два кораблика Бенча. С включенной функцией арквелдер и с выключенной функцией арквелдер. И мы видим, что эти кораблики абсолютно идентичны. Есть небольшое эхо на верхних стенках. Это связано с высокой скоростью внутренних стенок. А также заполнение, которое просто немножечко прорывается. Надписи пропечатались великолепно. Подложечка монолитная. Нависающие тоже получились отлично. Без косяков и соплей. Это еще раз говорит о том, что плагин арквелдер совершенно никак не влияет на качество печати. Особенно при правильной настройке прошивки Marlin. Так как данный инструмент предназначен в основном для октапринт, удаленного доступа к принтеру. И об этом говорит даже сам разработчик этого плагина. А вот, друзья, еще немного залипательного видео о быстрой печати. Посмотрите на заполнение, как оно ложится. Никаких пропусков, никаких дефектов. Работает просто великолепно. Ускорение 3000, джерки в расчете на 15. При этом джанши дивешен на целых на 0,03. И работает как автомат Калашникова. При этом мы используем Crazy Hotend, который показал себя просто отлично после моих модернизаций. И вот, друзья, мы подходим к финишу нашей 3D печати. Вот новогодние коровы. На первый взгляд, качество печати в PG-пластика мне очень нравится. Напечаталось вроде без косяков. Сейчас посмотрим чуть поближе. При этом хочу обратить внимание, что время печати составило 4 часа 1 минута. В слайде серии коровы время печати составило 3 часа 58 минут. Что на 2 минуты меньше, чем то, что у нас получилось. И это, я считаю, хороший результат. Теперь давайте поставим стандартные настройки печати. Например, 60 мм в секунду скорость печати. Скорость печати внешних стенок оставим такой же 40. Скорость внутренних поставим 60. Верхние оболочки 30. И скорость первого слоя 20. То есть на таких параметрах я зачастую печатал ранее. И получаем 6 часов 47 минут. То есть это почти в 2 раза больше, чем то, что мы получили при скоростной печати. И я считаю, что результат действительно хорош. При том, что качество готовой модели вас сейчас приятно удивит. А это, друзья, наша финальная скоростная печать. Вот такая вот новогодняя корова получилась. Обратите внимание на укладку слоев. Никаких проблем я вообще не вижу. Тем более, что деталь печаталась вообще без каких-либо поддержек. То есть это, друзья, ответ мой на ваш вопрос. Как сделать быструю и качественную печать одновременно. При правильных настройках скорости, больших скоростях внутри, где особо внешний вид не важен, и маленькой скорости снаружи, мы получаем вот такой вот просто отличный результат. Я думаю, каждый из вас с этим согласится. В сегодняшнем видео мы разобрали эффективность функции Arc Welder. Также проверили максимальные возможности нашего летающего медведя. Они оказались в 570 мм в секунду. А также определили правильные параметры скоростной печати. Такой вот скоростной способ позволит печатать не только техничку очень быстро, но и художественные модели. Надеюсь, это видео вам понравилось. А мы с коровой с вами прощаемся. Не забудьте поставить лайк. До новых встреч. Пока.